Красная зона поликлиники номер два. Сюда пациенты с температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций попадают через отдельный вход. Еще в конце декабря четыре приемных кабинета едва справлялись с потоком людей, а сегодня здесь практически пусто. На сегодняшний день тенденция заболеваемости проявила такую тенденцию, как к снижению. Мы увидели, что количество заболевших пациентов значительно уменьшается. Если в конце ноября наше учреждение поликлиника номер два, обслуживающее практически 40 тысяч населения города Бреста, имело под наблюдением почти 620 человек с признаками коронавирусной инфекции, в том числе и с пневмониями, то на сегодняшний день их осталось 182. Вот на сегодняшний день мы видим яркую тенденцию к снижению заболеваемости. Учитывая снижение заболеваемости COVID-19, амбулаторно-поликлиническая сеть возвращается к привычному режиму работы. Возобновились плановые визиты к врачам и диспансеризация пациентов с хроническими заболеваниями. Все, кто не посетил доктора, участкового доктора по причине высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, все придут на прием к врачу. Мы их очень ждем. Также прямо сегодня в Бресте стартует прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Пока она касается отдельных категорий граждан. Российская вакцина появилась уже, прошла апробацию у нас осенью и сейчас появилась у нас в республике для вакцинации населения. В первую очередь вакцинации подлежат медицинские работники. Это те, кто непосредственно сталкивается с заболевшими или больными. А также работники учреждения образования, в том числе с круглосуточным пребыванием детей. Первая городская больница на долгие месяцы стала одним из эпицентров событий, связанных с коронавирусной инфекцией. Именно сюда, начиная с прошлого года и по настоящий момент, привозят пациентов с COVID-19. Врачи долгое время работали в условиях, приближенных к экстремальным, спасая жизни наших родных и близких. И не перестают это делать. Но есть ли какая-то положительная динамика? Или с приходом зимы ситуация только усугубилась? Эпидемиологический процесс прошел свой пик, это однозначно. И последний месяц мы находились на оплату. Вот две недели января уже мы наблюдаем снижение сплата. Примерно минус 25% от предыдущего месяца идет поступление. И по количеству пациентов это намного меньший поток. Это абсолютно четко видно. К сожалению, все реанимационные койки у нас продолжают оставаться занятыми. И единственное, что доля пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, на них снизилась. И это отрадно. Поэтому врачи по-прежнему призывают не пренебрегать простыми правилами безопасности. Ведь те, кто работает в эпицентре человеческих страданий, знают цену пренебрежительного отношения к здоровью. Эпидемия в мире существует уже почти год. И во всем мире, во всех странах до сих пор не имеется четкого определения в лечении в плане уничтожения вируса. К сожалению, это заболевание, которое у многих вызывает крайне тяжелое течение. Поэтому люди в первую очередь должны ответственно относиться к своему поведению и заботиться о профилактике эпид благополучию своему. И основная цель – это не заразиться. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Буктовая».